Ежегодно зимой увеличивается не только количество пожаров, но и травм, полученных на улицах города. Речь о скользких тротуарах. Сегодня наша съемочная группа убедилась в том, что ходить по некоторым территориям Иркутска действительно опасно. Смотрим. Походкой пингвина приходится передвигаться иркутянке Лидии Щеглаевой по улице Советская и Загозкина. Идти обычным шагом для нее значит подвергнуть свою жизнь опасности. Все потому, что тротуары здесь зимой превращаются в каток. Многие из тех, кто ходит по этому пути, называют дорогу территорией падений. Вот и Лидии не удалось избежать этой участи. Я по утрам хожу здесь на работу, вечером я иду с работы. Я уже здесь раза два упала. Я иду, как на лыжах, шаркающим шагом. Но и стараюсь не упасть, и балансирую. Однако, если Лидия в состоянии отрыхнуться и встать, то некоторым это не под силу. Так, накануне на этом месте упала бабушка 87 лет. Подняться ей помогли ученики школы, которая находится на перекрестке двух этих проблемных улиц. Среди неравнодушных оказалась и дочь иркутянки Олеси Волковой. Вчера вечером, когда из школы возвращались девчонки, поднимали бабушку, увидели, как сильно упала бабушка, ударилась головой. 87 лет ей. И когда они ее поднимали, ну то есть было такое ощущение, что чувствует себя она не очень хорошо. Но потом вроде бы как родственники подошли и девчонки убежали. Вчера тут был просто лед такой сплошной. От безысходности местные жители уже сами готовы посыпать тротуар песком. Ведь другого обхода на пути к той же школе нет. Однако в администрации города нашу съемочную группу уверили, что проблему решат в ближайшее время. Конечно, проблемы есть. Сейчас видите, какие погодные условия. То ночь холодная, день потеплее. И вот это вот образуется, конечно, такая как бы накат пленка. Не успеваем просто объем огромный очень. В планах у нас почистить все. Сейчас весенний период, вот наступает потепление, мы будем как отдалбливать тротуары, вот эту налить прямо до чистоты, до асфальта. Но пока тротуары все же больше похожи на каток. И это не только проблема улиц Советская и Загозкина. Во многих районах города сегодня наша съемочная группа увидела такую картину. Люди поскальзываются и на улице Трелисера, Байкальская и даже в центре Иркутска, где обычно более тщательно следят за состоянием дорог и тротуаров. Все эти опасные места в мэрии нам пообещали обработать смесью из соли и песка. Но если коммунальщики не справятся с задачей, люди могут обратиться в единую диспетчерскую службу. И может быть тогда ситуация изменится и пешие прогулки перестанут для горожан быть испытанием на ловкость. Ольга Харнутова, Владимир Пинаев, Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова